Здравствуйте! С вами программа «Городские встречи» и я ее ведущая Марина Комиссарова. Сегодня в нашей студии заслуженный артист России, народный артист Удмуртии Юрий Малашин и артист Удмуртского театра Антон Петров. Юрий Малашин и Антон Петров приехали вместе со своим театром на гастроли. Скажите, пожалуйста, какие спектакли можем мы увидеть в вашем исполнении в нашем родном драматическом театре? Ну, у нас мы привезли «Ночь перед Рождеством», «Маугли», детский спектакль. Привезли «Вадевили» по Антону Павловичу Чехову. «Личная жизнь» по рассказам Зощенко. Вот я лично занят в двух спектаклях. Это «Личная жизнь» и «Вадевили» Антона Павловича Чехова. А Антон скажет сам. Я занят в «Личной жизни». И «Маугли» так-то не случилось. Я веду травмы, другой артист играет. У нас два исполнителя, но получил травму и не играет. Насколько я успела ознакомиться, много в вашем репертуаре довольно-таки Гоголя, много Чехова. То есть классику привезли вы нам. Это классика в её традиционном понимании? Или же это такое, так скажем, вообще, если говорить о Удмуртском и Ижевском театре, то это скорее новое видение или скорее классические постановки? Нет, всё-таки это такое авторское прочтение. Оно имеет как бы такой современный взгляд на этот материал и на этих авторов. Поэтому нет такого традиционного классического варианта. А всё-таки это такой современный взгляд на сегодняшние проблемы, выраженные таким режиссёрским, таким более современным языком. Если говорить о том, что вы уже стартовали, стартовали с Гоголя, с Вечеров на Хуторе Бездиканьки, я успела поговорить с людьми, которые побывали на вашем спектакле, и все в восторге, пойдут ещё и так далее и тому подобное. Для вас какие впечатления от первого спектакля в нашем городе? Ну, во-первых, мы уже приезжаем сюда второй раз. Мы где-то лет пять назад сюда приезжали и тоже очень хорошо нас приняли. Рязанская публика, мы все были таким под впечатлением этого зрительского приёма. И слава богу, через такое количество времени мы опять приехали сюда. И, в общем, совсем другие спектакли, и совсем другой режиссёрский почерк у нас. Сейчас совсем другой репертуар. И, конечно же, вчера на открытии видно, что опять контакт у нас состоялся с публикой. И сегодня детский спектакль пришли ребятам разных возрастов, и совсем маленький, и чуть побольше. Они с восторгом посмотрели спектакль «Маугли». И кажется, что всё у нас, контакт налаживается. Если говорить о детском спектакле, раз уж мы заговорили, вот вы, Антон, задействованный и во взрослом, довольно-таки серьёзный автор, Зощенко, сатира, сарказм. И детский спектакль, что сложнее? А, насколько я понимаю, детский чуть не легче играть. О, он значительно тяжелее. С точки зрения физики он очень тяжёлый спектакль. Потому что, ну, сколько действует, длится час. Да, час. Но за этот час ты настолько выматываешься, изматываешься через действие именно физическое. Насыщенный очень. Очень насыщенный, очень активный, очень сбитый, плотный такой спектакль. То есть нет возможности передохнуть. По сути, расслабиться в нём особо не удаётся. Ну, там практически на одном дыхании всё идёт, и поэтому он насыщенный и боями, и схватками, и вообще он такой очень динамичный, и драками. В общем, такой спектакль выматывающий требует не просто каких-то моральных, но и физических сил. Потому что там и канаты, там надо, а второй этаж у нас достаточно высокий. Всё-таки это джунгли, и там все прыгают, лазают и по верёвкам, и по лианам. И, в общем, это требует такой физической подготовки. И, конечно, недаром у нас два Маугли, остальные как-то ещё. А вот Маугли один – это тяжело, когда подряд играешь. Поэтому у него есть, у Антона ещё один исполнитель – Максим Морозов, который вот сейчас играет и не меняется. Потому что тут травму получил у нас артист. Что касается декораций, вот вы сейчас упомянули, всё с собой привезли, то есть это прям серьёзные декорации? У нас все декорации стационарные. То, как мы играем на своей площадке, всё, до единой тубаретки мы всё привезли, потому что это огромные фуры, потому что оформление у нас очень такое насыщенное, очень такое ёмкое. Что и вечера, что Маугли, потому что у нас мост, вот это на Маугли, он крепится там, тоже очень сложное такое строение. Ну, мы всё привезли, всё закрепили, и вот игра в точности, как у нас на стационаре. У нас нет такого уездного варианта. Для наших телезрителей, думаю, будет интересно, сколько раз вы сыграете Маугли, когда можно прийти, чтобы планировать свои выходные? Маугли у нас идёт вот все дни, которые мы играем. Вот с сегодняшнего дня, вчера мы не играли, потому что не успевали это всё сделать, приехали. А с сегодняшнего дня и до конца гастроли у нас в 10.30 идёт этот детский спектакль. По-моему, кроме только 18-го числа. Да, по-моему, 18-го. Только 18-го числа нет. От детских спектаклей плавно перейдём к Гоголю, который тоже на грани. Его любят и дети, и взрослые. При этом, если говорить о насыщенности наполнения, то не совсем, скажем так, театральные вещи «Ночь перед Рождеством» и «Вечера на хуторе Близниканьки» в целом, потому что довольно сложно воплотить это на сцене. Каким образом? Расскажи, приоткройте немножечко завесу тайны. Каким образом полёты с чертом и всё остальное, как воплощаете всё это на сцене? Ну, конечно, это литературное всё-таки произведение, это не пьеса, и поэтому это такое авторское прочтение. Пётр Юрьевич Режешевский, который поставил этот спектакль, он у нас поставил не один спектакль, и поставил и «Маленькие трагедии» Пушкина, который был в 2016 году номинирован в четырёх номинациях на «Золотую маску». Очень интересный режиссёр. Это его собственная фантазия, своё сочинение на основе вот этого литературного материала. И, конечно, я сейчас всех секретов не буду выдавать, но это такая фантазия, очень любопытная, интересная. Он уже давно идёт у нас, этот спектакль, с неизменным успехом. Мы его возим на гастроли. Вот буквально полтора месяца назад мы были в Нижнем Новгороде, тоже очень успешно мы там прошли, с восторгом на зрителя принимали, и этот спектакль в частности. Поэтому надо просто приходить и смотреть этот спектакль, потому что там фантазия просто в разные стороны брызжет, как говорится. очень такой яркий, очень такой необычный спектакль. Но это всё вот в духе фантазии Гоголя, потому что, ну, если чёрт летает, это уже о чём-то говорит. Это позволяет фантазировать уже на этой основе, придумывать такой необычный спектакль. Я там, правда, не занят, к сожалению. Антош, ты занят? Нет, ты Зощенко. Тоже не занят. Нет у нас участников, которые могли бы поподробнее рассказать. Но я знаю, что артисты с огромным удовольствием работали над этим спектаклем. И не случайно он столько лет у нас уже в репертуаре, и пользуется очень успехом. Зато вы оба заняты в личной жизни Зощенко. Да. Довольно-таки редкий, насколько я понимаю, автор для театра в последнее время, по крайней мере. Или нечасто встретишь постановки по Зощенко. И вот насколько получилось у вас воплотить? Ну, не нам, как говорится, судить. Мы участники спектакля, судить зрителю. Сегодня мы его играем, придут. Но его очень хорошо тоже принимают. Тоже мы его возили и в Нижний Новгород, и в Челябинск, и у нас в городе. Мы его играем уже сколько? Года два, да? Около тому. Да, где-то второй год мы его играем. Конечно, я с вами соглашусь, что не очень как бы сценичен Зощенко. Недаром его очень мало ставят, тем более рассказы. Но мне кажется, что режиссер нашел какой-то вот ход свой, достаточно любопытный. И там у нас и хор, мы там и поем. Такие песни советских времен. И этот хор как-то связывает все движение спектакля. Поэтому все эти рассказы инсценированы, соединены какой-то одной тематикой. И поэтому приходите, посмотрите. Нам будет интересно мнение зрителей, как они поднесутся к этому. Но пока, в общем, у нас неплохо. Да, могу сказать, что наш город, хотя и не такой большой, но очень любит и театр, и уже гастроли тем более. Надеюсь, вы это уже успели ощутить, что вас приветствовали. Вообще гастроли – это неотъемлемая часть жизни артиста, жизни театра. В рамках завершающегося театрального сезона, какие города уже посетили, и что еще предстоит посетить до окончания этого сезона? У нас уже сезон заканчивается практически. Вот это наши последние гастроли в этом сезоне. Потому что все мы уже июнь отрабатываем, в июле у нас отпуски. Потом в августе мы выходим. Новый сезон начинаем. У нас начинаются репетиции, тоже очень интересные короли Лира, Шекспира. Вот Петр Юрьевич Шерешевский будет ставить этот спектакль. Поэтому гастроли уже не предполагаются вот в этом сезоне. Но съездили мы в Нижний Новгород, в Челябинск. Четыре выезда было за этот сезон. То есть насыщенно у нас с поездками. Просто удивительно у нас, конечно. Это сейчас очень трудоемко, очень финансово затратно. Но, тем не менее, администрация идет на это. У нас и директор нашего театра Стелла Александровна. За что им большое спасибо. Она, конечно, такой большой энтузиаст, любитель своего театра. И мы ее тоже очень уважаем. И она к нам тоже замечательно относится. И вот она, несмотря на все эти сложности, организует эти гастроли, идет на эти затраты. И я думаю, это очень хорошо. Без энтузиастов в творчестве нынче никуда, к сожалению. Да, конечно, конечно. Хотелось бы вот такой еще вопрос в завершение нашей беседы задать. Выступать перед зрителями в своем городе и выступать в каждом новом городе – это как перед разными людьми. То есть у каждого города свое лицо, свой характер, свой зритель. Как это ощущается и отражается на вашей игре? То есть гастроли, я так понимаю, это не только финансовый затрат, но и эмоционально. Потому что в каждом городе нужно свою эмоцию давать. Конечно. Все равно в каждом, вы правильно сказали, что в каждом городе есть свой зритель, который привык к своему театру, к его эстетике, к артистам, к определенной манере игры. И поэтому и у нас то же самое. Когда мы приезжаем в другой город, естественно, как воспримут наш театр, нашу эстетику, нашу манеру существования. Поэтому, конечно, это всегда волнительно. Примут ли нас? Потому что все равно это какое-то столкновение с другим театром, с другой эстетикой, культурой, конечно. Поэтому, конечно, это волнительно и интересно. Потому что вот я звонил вчера своей жене, она тоже ходила на спектакль. Говорит, это совсем другой театр, то есть рязанский. Ну, совсем другой театр. Поэтому другая эстетика. Но зритель очень хорошо принял. И по ее словам, значит, очень хорошо принял. И у нас тоже. Значит, это такой обмен. И я думаю, и зрителю это как-то развивает его, да? Его... Расширяет его кругозор, его восприятие. Поэтому это всегда очень важно. Потому что все равно ты варишься в каком-то городе, в своем соку. Там зрители, которые тебя любят, которые любят театр, они восхищаются, говорят добрые слова. А вот когда встречаешься с совершенно другим зрителем, всегда интересно, конечно. Да, Антон? Да, хорошо, говорите, продолжайте. Я тут взял на себя. Нормально, все прекрасно. Давай, подключайся. Я думаю, что возьму на себя ответственность от лица всех любителей театра нашего города. Поблагодарить вас за приезд. У наших телезрителей есть возможность в течение ближайших дней посетить спектакли от Удмуртского и Жевского театра. Спасибо вам за то, что пришли к нам в студию. Я думаю, еще увидимся с вами обязательно. С вами была программа «Городские встречи». И в наших гостях народный артист Удмуртии и заслуженный артист России Юрий Малашин. И артист Удмуртского и Жевского театра Антон Петров. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова